Привет всем! Подагра тема, которая многих волнует, знаю по моим публикациям, по моим выступлениям, поэтому спешу каждый раз знакомить с новостью. И вот видео выступление на Медскейп, в нем о ведении подагры в амбулаторных условиях и сфокусировано оно на Аллапуриноле, первом эффективном лекарственном средстве при этом состоянии. Я прослушал тщательно это выступление и доношу основные моменты в сконстированной форме. Хочу обратить внимание, что сделано оно по следам рекомендаций по ведению этого заболевания 2020 года пересмотра. Итак, первый момент. Аллапуринол означается тогда, когда количество приступов в течение года не менее двух, когда определяются тофусы или рентгенологически находятся обусловленные этим заболеванием изменения, по крайней мере, хотя бы в одном из суставов. Допускается прием Аллапуринола непосредственно с первого обострения, однако в случаях, когда есть хроническая болезнь почек ниже третьей степени или когда обнаруживаются камни в почках. Начальная доза Аллапуринола составляет 100 мг в сутки, а при хронической болезни почек 50 мг в сутки. Если в ходе лечения Аллапуринолом уровень мочевой кислоты в крови оказывается выше 6 мг на децилитр, дозу препарата увеличивает на 100 мг. После проведения сеанса лечения снова проверяют уровень почевой кислоты, и если он оказывается опять выше, дозу снова повышают на 100 мг в сутки. И так до тех пор, пока суммарная доза не достигает 800 мг в сутки. В больших дозах Аллапуринол не назначается. Ранее Аллапуринол рекомендовали назначать после стихания приступа подагры. Сегодня считают, что он должен назначаться непосредственно с момента наступления приступа. Для того, чтобы не развивался и был подавлен воспалительный процесс, в одновременно вместе с ним назначаются нестероидные противовоспалительные средства, те же ивупрофен или диклофенак, а также можно использовать колхицин, и в более тяжелых случаях стероидные гормоны, например, преднизолон. Эти препараты вместе с Аллапуринолом принимаются на протяжении 3-6 месяцев в зависимости от тяжести обострения. Что касается пробенецида, ранее он использовался как альтернатива Аллапуринолу. Сегодня, однако, считается, что он есть вспомогательное средство к Аллапуринолу и добавляется к нему в тех случаях, когда ощутимого эффекта от применения Аллапуринола получить не удается. Вот так выглядит современный подход к ведению страдающей подагры на амулаторном этапе. Кто вооружен, тот защищен. Берегите себя и будьте здоровы!